Мы привыкли к глобальному и открытому миру, который внезапно стал закрыт для всех нас. Успей увидеть утопающий город фантастической красоты. По самым долгим прогнозам он продержится лишь десятки лет. Это не велосипедная дорожка, как вы могли подумать. Это первая в Европе дорожка для тех, кто залипает, ходя со смартфоном. На дворе ноябрь 2018, время за полночь, мы отправились в Вильнюс, нас ждет 700 километров пути. Полдень, мы в Литве, столица, в Вильнюсе, проверены мотыли. Это половина цепелина, это половина троника, который по-литовски называется. Обратили внимание на чистоту сточных вод в частном секторе Тревиза. Перестроенный и восстановленный после Второй мировой войны город Тревиза не похож на все остальные города области. Это окно в северную Венецию, представляющее из себя лабиринт красочных улиц, пересекаемых аллеями и арками. Центральная часть окружена древними стенами и водами речушки Селе, берега которой усеяны ивами. Тревиза находится в 30 километрах от Венеции, но билеты туда стоят значительно дешевле. К тому же отель на матеряковой части стоит в разы доступнее. Добираться отсюда до Маргиры и Местре удобнее и дешевле. По пути познакомитесь с самым светлым итальянским городом. В большинстве путеводителей его нет. Признаться, и мы открыли его лишь благодаря тому самому бюджетному авиаперелёту. Этот фонтан превосходит все ожидания. Это даже круче, чем писающий мальчик в Бюсселе. В честь открытия Далететте в течение трёх дней из одной груди струилось белое вино, а из другой красное. Из Тревиза мы отправляемся в Венецию. Билеты на двоих стоят 7 евро, и это наиболее доступный способ добраться из аэропорта Тревиза до Венеции. До Тревиза нужно пройтись пешком порядка 5 километров. Дорога того стоит. Направляемся дальше. Вот эти домики на фоне это стандартные домики. Ресторанчик свой. Кемпинг огромный. И представлен в качестве таких улиц, которые имеют одноимённые названия, с ключевыми объектами Венеции. Эта модификация дома улучшенная. В обычном порядке они смотрятся несколько скромнее, но всё равно очень прилично. Примечательно то, что эта сеть отелей здесь всегда стерильно-чисто, вы можете быть в этом уверены. Душ и туалет представлены в качестве отдельных помещений. От Местера до самой Венеции идут поезда. Стоимостью РУП-30 в европейском эквиваленте. Венеция находится на воде. У этих столб и есть обозначение водной трассы. Существует частный транспорт в качестве такси. Два километра водной глади обойдутся вам примерно в 60 евро. А в зависимости от того, как будет выглядеть лодка, будет меняться и цена. Та цифра, которая обозначена, это минимальная стоимость за проезд на подобного рода судья. Передвигаться по гранд-каналу можно и общественным транспортом. Но если вас интересуют малые каналы, тогда необходимо взять гондолу. Катера в качестве такси туда не заходят. Много мы слышали про гондольеров. Итальянские такие, аутентичные, красивые, атлетичного склада, молодые люди. Не так это все помпезно, аутентично, а достаточно скромно, по-бытовому и практично. Местные гондольеры очень любят побакланить и побазарить. Максимум стандартизации зимней одежды – это жилет. Но чаще в зимовом властье гондольеры выглядят следующим образом. 150 евро, друзья мои. И этот прекрасный парень прокатит вас на такой замечательной лодке. У гондольеров существует свой профсоюз. Как вы видите, у гондольера может быть не только молодой человек, но и вполне себе люди в возрасте. Работают сединой волос, работают по-разному. Доступнее перемещаться водными трамваями. Поездка в один конец стоит 7,5 евро. Мы воспользовались предложением на двое суток, стоимость которого 30 евро. В эту стоимость сходит также автобусное сообщение до континентальной части. Отели там, как правило, значительно дешевле. И я уточнил у пожилой женщины местной, этот ли паром идет в сторону Лиссан Марка, на что на итальянском языке мне было указано направление, и я понял – это то место, откуда заходят все туристы. Я подумал, что это единичный случай, и делать выводы не стоит. Население исторической части – 55 тысяч человек. Этот город на воде в год посещает 23 миллиона туристов. Коренное население Венеции с каждым годом уменьшается. Местные жители уезжают. Все это происходит из-за нескончаемого потока туристов, наводнивших город. Сам город постепенно опускается, в то время как уровень воды в Адриатическом море повышается. Здесь нет лавочек, чтобы туристы пользовались кафе. Отсутствуют урны. Здесь грязно. Этого не стоит отрицать. Грязно и в других городах Италии. Здесь повсюду лежат окурки, и они не стесняясь их бросают. Да, их убирают пылесосы, но тем не менее. Местные дамы, гуляющие с собачками, не то что не привыкли, они не убирают за ними в принципе. Поднимешь голову, и опять красота. В венецианском квартале Риальто находится самое романтичное место. Одновременно является его символом, тиражируемым на любой сувенирной продукции. Соединяет два живых квартала, Сан-Поло и Сан-Марко. Мост Риальто, древнейший над каналом дворцов Венеции, является весьма оживленным местом встреч и прогулок. Имеет всего одну арку, а основание места поддерживается при помощи 12 тысяч свай. Творение гениального архитектора Антонио де Понте и сегодня сохранила средневековая очарование. Это присуще любой туристической мекке, но в Немеции оно проявляется в качестве апогея этой линии. До двух часов крайне сложно с кухней. Могут предложить кофе за 3 евро, но с этим нет проблем. После двух часов примерно до пяти, все те местные, кто работают в кафе, они пропадают, оставляя за прилавком негра, который может включить кофемашину и сделать вам мороженое. На этом весь перечень меню заканчивается. Итальянскую кухню здесь не назвать лучшей в мире. Зато улицы-каналы этого необычного города скрывают много тайны загадок. Самым большим и широким является Гранд-канал. Длина его составляет 4 километра, а ширина 70 метров. Мост Риальто длиной 50 метров расположен на месте, где канал максимально сужается. Большой канал проходит через всю Венецию, он необычен в своей изогнутой форме. Если посмотреть на канал сверху, то он представится вам в виде огромного змея, дракона, делящего города на две половины. Сказочно привлекательный и уникальный город не только в границах Италии, но и в мировом масштабе, ставший истинной мечтой любого туриста. Венеция уникальна своими многочисленными каналами. Город буквально стоит на 118 островах Адриатического моря. На узеньких улочках Венеции создается впечатление, что ты идешь по Медине, но Медина это не восточная, а европейская. Мотивы фасадов плотно пересекаются между собой, как мира западного, так и восточного. Вместо набережных с обеих сторон канала стоят обращенные фасадами к воде дворцы. Их более сотни. Великолепные палаца, построенные на сваях, из альпийских лиственниц прямо на водах Менецианской лагуны. Все постройки этого города покоятся на особой, многослойной системе фундамента, придуманной специально для нейтрализации филистой почвы лагуны. Самый нижний погруженный в воду слой состоит из деревянных, вбитых в почву столбов. После него расположен деревянный настил. На нем уложен каменный фундамент, на который опираются стены домов. Сначала намывали острова. Забивали сваи для закрепления, которые были сделаны из пропитанных десятилетиями смолой бревен. Санта-Мария-де-ла-Салютта сведен он был в 17-м столетии. По случаю избавления города от чумы, которая унесла жизни третьей населения, ежедневно вода жадно поглощает Венецию, примерно на полсантиметра в год. Строительство двух систем дамбовых сооружений не принесло свои плоды. На горизонте острова Сан-Джорджо-Маджоре. Сегодня полюбоваться четырехугольной башней собора можно со славянской набережью. В 9 веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами-сарацинами. Высота компанила 99 метров. Простояв с начала 16-го столетия, колокольня внезапно рухнула в самом начале 20-го века под воздействием природных факторов, ударов молнии и колебаний земли. В следующий раз мы отправимся на соседние острова и в соседние города, романтическую Верону и вкусную Полонию. Узнаем, так ли это. Редактор субтитров А.Семкин